Омни Ховербордс Еще 5-10 лет назад кого-то можно было удивить едущим по улице гироскутером, но сегодня такой номер уже не пройдет. Это, впрочем, совсем не означает, что персональный электрический транспорт достиг своего максимального потенциала. В ближайшем будущем нам, скорее всего, предстоит столкнуться уже вот с таким новомодным необычным транспортом. Канадская компания Омни Ховербордс разработала устройство, которое прямо как гироскутер управляется переносом веса тела. Вот только в отличие от традиционных устройств, оно способно подниматься в воздух. Конструкция уже запатентована, хотя проект все еще находится в стадии разработки. Вдохновением в каком-то смысле стал транспорт, показанный в фильме «Назад в будущее». Там Марти Макфлай летал как раз на летающем ховерборде. Интересно, что еще в 2015 году Омни Ховербордс попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда смог пролететь 275,9 метров. Ничего подобного никто ранее не проделывал. Следующее транспортное средство из нашего списка заслуживает находиться в этом видео по праву. Потому что да, готовы поспорить, ничего подобного вы никогда не видели. Это трехколесное электрическое устройство, главная особенность которого – абсолютная проходимость. Он одинаково хорошо двигается как по ровным асфальтированным дорогам, так и по кочкам голой земли, траве и брусчатке. Со стороны способ управления больше всего похож на катание на доске для серфинга. Выглядит, согласитесь, очень эффектно. Запас хода достигает 60 километров, а максимальная развиваемая скорость – 40 километров в час. На данный момент YX-1 доступен только для предзаказа. Джайред Кастомс и Байк Поклонники футуристичного транспорта могут начать радоваться уже сейчас. Потому что современные изобретатели и инженеры все чаще создают устройства с таким внешним видом, будто они выехали прямиком из фильма в жанре научная фантастика. Электрический байк от мастера кастомизации Джайред принадлежит как раз к их числу. Он похож и одновременно не похож на весь двухколесный транспорт, который вы когда-либо встречали. Это и не велосипед, и не мопед, и даже не мотоцикл, а что-то среднее – оригинальный гибрид. Мотор инженер спрятал в незаметном месте внутри переднего колеса. И без того эффектный внешний вид дополняет неоновая окраска. Райт Райт Кангура Постоянные зрители нашего канала хорошо знают, что почти все концептуальные автомобили, которые сегодня демонстрируют мировые производители, снабжены искусственным интеллектом. Стоит ли поклонникам персонального электрического транспорта чувствовать себя обделенными? Вовсе нет. Эта продвинутая технология постепенно внедряется и в указанную область. Устройство под названием Райт Райт Кангура – лишнее тому доказательство. Перед вами робот-трансформер, созданный японскими инженерами из Токийского университета, а также местного технологического центра робототехники. Его главное преимущество – многофункциональность. Робот, во-первых, способен перевозить человека как скутер, а во-вторых, может отвечать за доставку груза. Дистанционно он управляется при помощи мобильного приложения. Хозяин создает на виртуальной карте маршрут для передвижения, и робот двигается по нему, а в точке назначения останавливается и ждет, пока груз с него снимут. Дополнительное преимущество – режим следования, когда робот непрерывно двигается по следам своего хозяина. Скорость передвижения у него относительно небольшая – всего 10 км в час. Райт Райт Кангура медленно едет вперед. Поворачивать предлагается, наклоняя тело влево и вправо. Встроенная система распознавания объектов не дает ему врезаться в препятствия. Робот резко тормозит, если впереди возникает преграда. Три Гоу. Весь транспорт, который мы уже сегодня показали, объединяет лишь один недостаток. Он имеет слишком открытую конструкцию. Так что Райдер во время путешествия собирает на себя всю пыль, а также совсем не защищен от неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому мы попросту не могли пройти мимо этого крохотного электрического автомобиля Три Гоу. Да, он имеет безопасную закрытую конструкцию. Однако это даже не самое важное его достоинство. Перед вами очередной трансформер, способный передвигаться в двух разных режимах. В круизном режиме Три Гоу обладает шириной в 148 см и передвигается со скоростью до 90 км в час. В целом он ничем не отличается от любого другого транспорта, просто обладает повышенной маневренностью, а также имеет компактный размер. Второй режим, на наш взгляд, более интересный. Нажатие на специальную кнопку заставляет колеса автомобиля сдвинуться ближе к кузову. Таким образом, ширина уменьшается до 86 см. В этом режиме Три Гоу двигается со скоростью максимум в 25 км в час, однако обладает гораздо большей маневренностью. Это сильно упрощает парковку, а заодно помогает объезжать автомобили, застрявшие в пробках. Получается, Три Гоу – идеальный автомобиль как для путешествий, так и для города. Дрэгон Флай Перед вами принципиально новая категория транспорта, созданная лондонской компанией D-Fly. Она представляет собой электрический транспорт, не похожий ни на один другой транспорт в мире. Поэтому название он получил свое собственное – гиперскутер. В движение четыре колеса приводятся электроприводом, который демонстрирует по 1800 Вт мощности на каждой оси. Скорость передвижения достигает 60 км в час, а запас хода – 45 км. Сразу скажем, транспорт этот, мягко говоря, не дешевый. Цена начинается примерно от 5000 долларов. Она, впрочем, полностью оправдана, так как разработчики называют свое творение гиперкаром от мира электроскутеров. Материалы были выбраны премиально – это углеродное волокно, редкая древесина и алюминий, используемый в космонавтике. Несмотря на внешнюю громоздкость, вес поэтому составляет всего 14,5 кг. За маневренность отвечает запатентованная технология Full Tilt. Она изменяет положение рулевой рейки, подстраивая его под каждый маневр. На ее создание инженеров вдохновили системы управления гоночных болидов Формулы-1. Наконец, последние интересные особенности – это мощная аудиосистема, а также встроенный дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 4К. Джайробол Если в вашей квартире найдется место под хранение, скажем, баскетбольного мяча, значит и хранение вот этого транспортного средства не вызовет абсолютно никаких сложностей. Представляем вашему вниманию Джайробол. Это моноколесо-трансформер, который складывается до размеров, да, вы уже догадались, мяча. Беспрецедентная компактность не только облегчает хранение, но и транспортировку. Джайробол легко можно взять в руки, он не будет мешаться в общественном транспорте, уместиться в багажник автомобиля. На рабочем месте его можно просто спрятать под стол. Двух с половиной часов зарядки хватит, чтобы затем преодолеть путь протяженностью в 24 километра. Предельная скорость движения при этом составляет 20 километров в час. Джайробол весит буквально 9 килограмм. Покупка обойдется минимум в 448 долларов. Буста Последний транспорт из нашего сегодняшнего списка – это очередной складной электрический скутер. При его создании компания-разработчик Вилл Кинетик больше всего уделяла внимание компактности. В итоге Буста весит всего 6,5 килограмм. Его длина не превышает 47 сантиметров, а высота – 26 сантиметров. Это значит, что в сложенном состоянии размеры у скутера примерно такие же, как у среднестатистического ноутбука. Поэтому да, переносить его можно даже в рюкзаке или сумке. Такого небольшого веса разработчикам удалось добиться благодаря грамотному подбору материалов. Это углеродное балакно, титан, а также сплавы алюминия. Буста путешествует со скоростью 20 километров в час на расстояние до 20 километров. Две широкие платформы для ног обеспечивают повышенную устойчивость. Транспорт складывается и раскладывается за 10 секунд, заряжается в течение двух часов, но при этом имеет съемную батарею, что автоматически увеличивает запас хода. Цена – от 900 долларов. Эй, хватит лениться, пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры подогнал «Симон»!